Всем привет! Сегодня тема у нас очень важная. Почему вам может быть плохо, когда вы находитесь в близких отношениях с другим человеком? Я в этом видео рассмотрю все возможные причины, мы их все охватим. Я для удобства разбила их на три большие категории. Первое, это когда у вас есть психологическая проблема. Второе, это когда у вашего партнера есть психологическая проблема. И третье, это когда ваш партнер тиран. Речь идет о том, что в этих отношениях, когда вы в них находитесь, вы в них систематических, хронически испытываете чувство вины, чувство стыда, чувство страха, вы себя считаете плохим, вы не можете нормально, счастливо жить, вы не можете, короче, быть психически здоровым, жить полнокровной жизнью. И посмотрите, насколько важно уметь отличать одну категорию от другой, разобраться в причинах. Естественно, решения у них разные, но коварство вот этих двух категорий, что у вашего партнера психологическая проблема. Или ваш партнер тиран подвергает вас домашнему насилию. Она заключается в том, что проблема у него, а чувствуете себя плохо вы, и вы ощущаете это как свои собственные негативные эмоции. Особенно замудренские. В этом плане второй вариант. Когда у вашего партнера есть психологическая проблема, он состоит из нескольких условий. Во-первых, ваш партнер в результате какого-то своего психологического заболевания, например, высокоуровневого нарциссического расстройства личности, или у него депрессия, или у него тревожное расстройство, или у него ПТСР, он чувствует себя плохо, но он эти эмоции свои не осознает, он их избегает, он не понимает, что они у него есть. Он их вам транслирует, и за счет этого невербально. Потому что чем хуже мы осознаем эмоции, тем больше мы ее именно невербально транслируем. Тут еще есть очень важное условие, что вы при этом должны быть эмпатом, вот этим пресловутым. То есть вы должны быть очень чувствительным эмоциональным человеком, который склонен понимать эмоции других людей. И, наконец, последнее. Вы эту его эмоцию испытываете как свой эмпатический отклик, то есть вы это испытываете как свою эмоцию, но за счет того, что вы не понимаете, что это отклик, то вы думаете, что это плохо вам. Сейчас мы будем разбираться в деталях. Третий вариант, это когда ваш партнер внушает вам именно специально, целенаправленно вам негативные эмоции, для того, чтобы вас контролировать, чтобы вами манипулировать, чтобы держать вас рядом с собой. А вот этот случай еще называю я мягкой тиранией, потому что тут человек, он специально вам не хочет сделать плохо, он ничего плохого не имеет в виду, у него просто есть своя психологическая проблема. В этой ситуации никто не виноват. Именно поэтому, когда я сняла видео «Лечим любимых психопатов», многие меня не поняли. Они негативно отреагировали, говорят, нет, от тиранов надо уходить, потому что вы думаете про третью категорию. Тут, безусловно, да. Но есть еще вторая категория, когда прежде чем уходить, можно еще кое-что попробовать сделать. Ну, давайте все по порядку. Значит, начнем с первой категории. Это когда у вас есть какая-то психологическая проблема. Чаще всего это, когда у вас есть невроз, или это еще может быть, у вас есть избегающее расстройство личности, или у вас есть социальная фобия, или у вас высокоуровневое нарциссическое расстройство личности. Что здесь происходит? Вы на систематической регулярной основе испытываете чувство вины, чувство стыда и чувство страха перед своим партнером. Ваш партнер, он производит впечатление человека более счастливого, более свободного, более расслабленного, чем вы. Он вас приглашает. Давай вместе будем счастливыми. А вы внутри сами чувствуете себя зажато, что вам тяжело как-то раскрепоститься и отважиться на это. Хотя он такой веселый, счастливый. Давайте примеры приведу. Допустим, вы вышли замуж, и вы курите втайне от своего мужа. Потому что вы испытываете страх, что он раскроет вашу сумочку, и там увидит сигареты. И вы такая, типа, ходите там с подружками, где-то курите и покупаете сигареты, например, по одной штучке. Или вы потом выкидываете эту пачку сигареты, не приносите ее домой, чтобы он не увидел, какой-нибудь жвачкой зажжуете. Короче, то есть вы воспринимаете своего партнера немножко как родителя. Хотя, даже если он действительно негативно к этому относится, то вы не обязаны прекращать курить, если вы этого не хотите и так далее. Но вы его боитесь, у вас есть чувство страха перед ним. Второе. А, ну еще про чувство страха можно привести такой пример. Допустим, вы хотите купить какие-то вещи, джинсы, но вы это делаете втайне от своего мужа, чтобы он об этом не узнал. Или вы потом, он спрашивает, а сколько они стоят-то? А вы говорите там какую-нибудь заниженную цену, потому что вам страшно, вы думаете, что вам будет плохо относиться к тому, что вы тратите деньги на себя. Например, вы их купили за 3000 гривен, а ему говорите, что вы купили за 500 гривен или за 1000 гривен. То есть вы боитесь его злости на себя. Второй пример. Со стыдом. Ну, допустим, вам предлагает ваш парень сходить на пляж, где-нибудь искупаться, или он вам предлагает как-нибудь в сексе что-то попробовать. Но вы их боитесь, потому что вы стесняетесь свою фигуру, то есть вы испытываете стыд. Или вам стыдно петь перед ним, вам стыдно ходить голый по дому. Чувство вины, это когда вы настолько благодарны своему партнеру, что он вообще согласился с вами встречаться, что вы под нему подстраиваетесь, вы становитесь угодливым, вы хотите быть хорошим, не собой настоящим, а просто хорошим очень сильно. Вы пытаетесь все домашние обязанности взять на себя и все ему там сделать, чтобы, короче говоря, он, не дай бог, не разочаровался в вас и не ушел. И какие-то дифференциально-диагностические критерии есть этой категории, то есть как понять, что у вас именно она, а не вот эти две. То есть вообще в целом для вас свойственно, во-первых, что это не только с этим человеком, но это может быть и с другими людьми. То есть вы в целом, в целом не очень уверенный в себе человек, вы боитесь конфликтовать, то есть скорее всего вы просто невротик. Второе, если вы задумаетесь, хорошо проанализируете, то вы сможете провести аналогии и параллели между тем, какие у вас складывали взаимоотношения с вашими родителями, с мамой и папой, и как вы строите отношения сейчас. Например, если вас в детстве папа не хвалил и обзывал как-нибудь, то вы будете испытывать стыд, ну вы уже знаете, про кого я сейчас рассказываю, да? Ну, в общем, да, или если вас там мама, папа контролировали, то вы можете испытывать чувство вины и страх, выражение злости перед своим партнером. Короче говоря, у вас будет перенос на этого человека. Как мы это запишем? Аналогии с родительскими отношениями и называется это перенос. То есть вы на нормального, благонадежного, более психически здорового человека накладываете какие-то свои ожидания в отношениях, потому что там вы пострадали, у вас уже была травма, вы уже чуть-чуть деформировались и теперь вы хотите только подстраиваться. Поэтому тут самый главный выход решения, он заключается в том, чтобы вы отказались от этой модели, и он заключается в том, чтобы вы приобрели абсолютную честность, чтобы вы прямо рискнули и отважились из вот этой деформированной структуры распрямиться опять в нормального, здорового, счастливого человека. Это можете сделать только вы, и вы это можете сделать только при помощи тренировки. Это очень страшно, но с самого начала надо строить отношения по принципу абсолютной честности. Вот вам прямо страшно, что он узнает, что вы курите, а вы скажите, я курю. Вам страшно, что вы купили джинсы, скажите, я купила джинсы. Еще третий дифференциально-диагностический признак по сравнению с этими двумя категориями, что этот человек вам ничего такого не говорит. То есть он не говорит там, я плохо к тебе буду относиться, если ты будешь курить, или фу, какая ты жирная. Он ничего такого не говорит. Он к вам относится в целом хорошо и благо, как бы, блин, как это сказать, благо расположено. Вот, посмотрите, как я это красиво записала. Решение. Значит, абсолютная честность, ничего не скрывать, преодолевать. Именно преодолевать. Тут выход только насквозь. Свой стыд, свой страх и свое чувство вины, как бы, постепенно выходя за его пределы и проверяя границы терпимости этого своего нового партнера. Преодолевать. Не избегать. То есть, когда вы испытываете эту эмоцию, не вестись на нее. И тренировать самоуважение, достоинство, ценность своей личности. Я себя полностью принимаю, люблю, имею право быть абсолютно таким, каким я хочу. И самое интересное, что ваш партнер от вас именно этого как раз и ждет, чтобы вы были сами собой. Из практических рекомендаций могу вам порекомендовать посмотреть мой плейлист про невротиков, если вы еще этого не сделали. Вторая категория. Вот мне задали интересный вопрос в комментариях. Массажист или массажистка написали, что значит массажирую людей, и прямо чувствуешь, что эти эмоции их негативные, их какой-то опыт, он ко мне передается в виде образов, и я могу прямо взять и начать рыдать. Почему такое происходит? Эта категория, она характерна в том случае, если у вас есть в детстве был очень богатый опыт услужливости, когда вы подстраивались под своих родителей, когда вы обеспечивали им удовлетворение их эмоциональных потребностей, то есть, когда вы на себя взяли родительскую функцию за ними, то есть, когда вы попали в парентификацию, то есть, когда, например, ваш родитель, он был в депрессии или в тревоге, у него было какое-то психологическое такое состояние не очень хорошее, а вы его жалели, сочувствовали ему и помогали. И вот в этом случае вы можете попасть в очень плохую ситуацию, в которой вы будете виноваты, точно так же, как и ваш партнер, в том, что вам тут плохо, потому что вы привыкли терпеть боль и вы не осознаете, потому что в этом случае ее не надо терпеть. Сейчас я вам все объясню. Значит, сначала рассмотрим эмоции, которые вы будете испытывать на примере. Допустим, у вашего партнера какое-нибудь тревожное расстройство. Но он все время смотрит новости, ему так страшно, что произойдут какие-то катастрофы, но для него это настолько органично, он никогда не жил по-другому, он не отдает себе даже отчет в этом, но он с вами свои тревоги не проговаривает, у него нет для этого инструмента, потому что у него низкий уровень осознанности этих эмоций. И он сидит такой, весь тревожится, и он вам невербально, как-то через микродвижение, передает эту тревогу, и вы начинаете ее чувствовать, но вы думаете, что это ваша тревога, вы думаете, ой, что это я тревожусь, и вы начинаете как-нибудь маниакально-судорожно кипишевать, убираться, пытаться как-то изжить, избыть эту тревогу. Или, например, со стыдом. Это самые прикольные, наверное, примеры. Это вот, например, когда человек, у него высокоуровневое нарциссическое расстройство личности, он очень сильно боится быть отвергнутым, он боится быть непринятым, он боится раскрываться, и из-за этого он не ведет себя свободно, естественно, он не выражает позитивные эмоции. Он как-то, типа, такая маленькая, такая струйка, через которую, через искра, на типа, раз в три часа, там одна капелька капает, хотя должно быть мощным фонтаном, потоком. То есть он вам ничего не говорит хорошего, потому что для него это значит обнаружить свою беззащитность, когда он проявляет свои позитивные эмоции. Это значит, что ему не все равно, он вас любит и вас нуждается. Поэтому он позитивные эмоции не выражает. А вы, находясь в отношениях с ним, чувствуете себя говном, и вам становится просто стыдно, очень сильно, и вы думаете, я некрасивый, я не умный, я не интересный. Или еще бывает такая ситуация с нарциссическим расстройством личности, что человек, но при этом, он вас любит, он к вам хорошо относится, он не хочет, чтобы вы себя чувствовали так, и он не знает о том, что вы себя так чувствуете. Например, иногда это бывает с моими клиентами некоторыми, которые там глянут мой ютубчик, и потом говорят, «Ммм, Евгения, у вас неплохой канал в принципе, ну там правда таких вот пар элементов не хватает, и я просто чувствую себя, ну, таблитой по-моему в этот момент, потому что им стыдно даже это хорошее сказать, и когда они уже это хорошее говорят, они туда добавляют немножечко негативчика, то есть немножко критики, и вот этот стыд свой в тот момент, когда они себя пересиливают даже это говорят, они мне транслируют, и я из-за этого начинаю считать, что мой канал плохой, на пару секунд, пока я не осознаю, что это отклик, и я начинаю думать, что это типа «мне стыдно». Или, например, если у вашего партнера депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство, то у него нет смысла в жизни, он чувствует, что ему очень плохо, он не может радоваться, и вы уже начинаете испытывать чувство вины, когда вы сами радуетесь. Или, например, вы сами можете начать думать, что ничего нет смысла делать, что все такое бессмысленно, и, короче говоря, вы становитесь тоже носителем этого его негативного мышления. А еще про стыд хотел рассказать такую прикольную историю. Вот, например, вы можете читать лекцию, делать какое-то выступление на публике, но вы с собой возьмете партнера, у которого есть стыд. У меня один раз просто такое было. Я читаю лекцию, смотрю на одного человека, который со мной пришел, а у него лицо прямо зеленое такое. Я думаю, боже, наверное, я ужасно. Он сидит, такой весь напряженный, ему страшно. Я думаю, блин, наверное, я супер ужасно просто выступаю. А он почему так себя чувствовал? Потому что он себя представлял, как он бы читал на моем месте лекцию, и он ужаснулся. Ему стало очень стыдно. Он ничего не имел в виду, не хотел мне это транслировать. Но я чувствовался, и я потом такая думаю, не, я лучше на него не буду смотреть, я буду смотреть на тех, кто улыбается и приветливо мне там, как бы поощряет меня на то, чтобы высказываться больше. Дифференциальная диагностика. Вообще, зачастую, бывает такое, что вы помогаете, помогаете, терпите, терпите. Это можно, с одной стороны, проинтерпретировать, как элементы созависимости. Когда вы берете на себя эту боль человека и тащите ее, но в этот момент, почему это плохо? Когда вы берете на себя, как бы, невольно ответственность за его чувства, вы мешаете ему преодолеть эту проблему. Вы мешаете ему вовремя прибегнуть к каким-то средствам для избавления, потому что вы часть его боли берете на себя, у него напряжение снижается, он как бы сдувается, у него даже нет мотивации на то, чтобы испытать вот это достаточное страдание. То есть вы облегчаете его страдание, но вы делаете медвежью услугу. У меня однажды подружка занималась таким и потом она сказала, почему я так делаю? Потому что я привыкла к тому, ну вот тянуть, да, своего какого-то более слабого партнера. Я привыкла к тому, что каждый человек вот относится к себе так же, как я к себе отношусь. Я за собой наблюдаю, я вижу, что если что-то плохо у меня, я не буду наваливать это на другого. Я жду от каждого человека, что он будет так же стройно, как Сальвадор Дали говорил, что снаружи у нас должна быть анархия, то есть мы никому ничего не приказываем, но внутри должна быть монархия. И вот поэтому ты долго ждешь, надеешься, терпишь, задаешь высокие стандарты для себя, задаешь высокие стандарты для другого человека, а он тем временем продолжает на тебя сливать вот этот вот свой негативчик. В чем заключаются отличия этой категории от всех остальных? Во-первых, у вас это встречается только с этим человеком, только с этим человеком. Почему-то вот с другими, например, вы себя чувствуете красивыми, или умными, или там состоявшимися, а вот после него вы себя чувствуете прямо некрасивым. Или после общения именно с ним вы чувствуете как-то грустно, то есть это с одним этим человеком. Это первое. Второе. Он вам при этом ничего не говорит. То есть он не говорит ты некрасивая, или ты жирная. И это все передается за счет того, что только в невербальной форме, то вы это ощущаете очень смутно, вы даже этого не понимаете. Оно где-то присутствует, так вот на задворках вашего сознания. Это надо еще обратить на это внимание, чтобы понять, что это есть. На этом надо еще так-то специально сконцентрироваться. То есть это не до конца осознанно. Запишем это как то, что это смутно и не очерчено. У меня, наверное, закончилось место, да, на флипчарте. Еще один элемент это то, что в детстве у вас был опыт глубокого служения, когда вы очень сильно подстраивались под своих родителей, и для вас это нормально терпеть это. Это называется эмпатия курильщика, потому что эмпатия здорового человека это когда вы понимаете, что это чужая эмоция, вы ее не терпите. Мы сейчас будем учиться переводить эмпатию курильщика в эмпатию здорового человека. А эмпатия курильщика это когда вы вот все вместе с ним пик в этой могилке закопались и зарылись. Да, конечно же, при этом этот человек он не знает о том, что он вам таким образом вредит. Он не понимает, что он вокруг себя распространяет токсичную атмосферу негативного мышления, негативных эмоций. И если вы ему об этом скажете, отличие вот от этого варианта, то он на это отреагирует, что да, что правда, извини, тык-тык-тык, то есть с пониманием он поймет, о чем вы говорите, и он с охотой, энтузиазмом будет работать над решением этой проблемы. Это говорит о том, что он не обязательно тиран. Решение заключается в том, что, во-первых, вы это должны просто осознавать, то есть вы должны знать, что такое есть, что такое существует. Очень мало кто знает о том, что в жизни вообще такое существует, что какие-то эмоции, которые вы чувствуете, это могут быть на самом деле не ваши эмоции, а просто эмпатический отклик с другого человека. Если вы уже знаете про то, что такое есть, вы сможете этой ситуацией управлять. Это типа нулевой шаг у нас, то есть информированность. Первый шаг. Вы за базовую предпосылку своего существования очень четко берете, что у вас должна быть нулевая толерантность к дискомфорту, что в отношениях с другим человеком вы должны чувствовать себя только хорошо. Любовь – это не равно страдания. Вы не должны ничего терпеть. Это огромное, глубочайшее осознание своей ценности и самоуважения. Третье. Ваше мнение о себе должны быть у вас свои собственные, и они должны быть аргументированные. Вы должны четко знать, что вы красивый, вы умный, у вас хороший YouTube-канал или еще что-нибудь, и вы должны знать, почему так. и для того, чтобы свое мнение у вас не могло перешибиться чем-нибудь другим, то есть вы сами не должны сомневаться в себе. Дальше, после того, как вы испытаете эту эмоцию негативную, и вы поймете, что это отклик, эмпатический отклик на другого человека, а не ваша эмоция, то вы должны не терпеть ее, вы должны ее говорить. Как говорить? Говорить в форме конфронтации, то есть рассказать, что вот посмотри, ты знаешь, я заметил, что я рядом с тобой и чувствую себя плохо, и описать эти эмоции. То есть вы должны конфронтировать его с тем, что у него есть психологическая проблема. Как правило, вы поймете, что это тревожное или депрессивное расстройство или связанное со стыдом. И после того, как вы это сделаете, он на это отреагирует с любопытством, с заинтересованностью. Он обрадуется, что вы дали ему эту информацию, потому что он изо всех сил ждет этой обратной связи. И таким образом вы поставите ему здоровый блок, препятствие на то, что он больше не сможет вести себя так. И он вынужден будет столкнуться с решением проблемы этой. И он вынужден будет начать предпринимать шаги для того, чтобы его рост, развитие личности продолжались. И он избавлялся от этих своих психологических проблем. Ваши отношения в итоге все-таки стали хорошими. То есть видите, ваше терпение это поддерживающий фактор его продолжения этого психологического состояния. То есть вы должны сказать «Мне неприятно, что ты мне не говоришь никогда похвалы, не говоришь никогда ничего хорошего». И после общения с тобой я чувствую стыд. Я себя чувствую, как будто я говно, я себя чувствую некрасивой. Или «Ого, ничего себе, вы похвалили мой YouTube-канал, так что я себя что-то не очень хорошо после этого чувствую». Ну вот, потом тогда он решит свою психологическую проблему, и вы перестанете терпеть. А третья категория «Партнер, когда тиран». То тут что у нас происходит? Это тоже происходит только с этим человеком, с одним человеком. Но это происходит так, что он вам уже говорит какие-то конкретные слова. Обратите внимание на то, говорит ли вам человек что-то плохое, после чего вы себя чувствуете плохо, или нет. если говорит «Ты жирная, ты тупая, что-то ты недостаточно красиво сервировала стол, а вот моя мама могла лучше», то тогда это вас должно насторожить на то, что он вас подвергает психологическому насилию. И именно после этих конкретных слов вы чувствуете себя плохо, вы можете провести эту связь. Или он вас винит такими словами, что «Ты плохо это убрала, ты плохая мать, ты плохо воспитываешь», короче говоря. Дальше, третье, очень важный признак, что в этих отношениях у вас есть стадийность. Вот как выглядит эта стадийность. Сейчас все сотру, заново нарисую. Стадийность эта заключается в том, что сначала идет стадия медового месяца, все хорошо, он даже делает что-то хорошее, подарки дарит, хвалит и так далее. Потом идет нарастание напряжения, когда постепенно у него растет недовольство вами, и он начинает вам вот это все плохое говорить, а потом идет прям пик плохого, когда он вас жестко прям максимум говорить вот этих негативных слов. В этот момент что еще происходит? У него нарастает эмоция гнева на вас. Да, то есть важный еще признак, что ваш партнер в этой третьей категории, он испытывает по отношению к вам гнев, и вы это чувствуете. Вот на этой третьей стадии гнев просто максимальный, это вспышка насилия, и после этого все спадает, и опять идет первая стадия, когда у него чувство вины, конфетно-букетный период, он приходит к вам на работу, извиняется, малыш, прости, я тебя очень сильно люблю, и он такая, фух, попустил, и потом опять начинается вторая стадия нарастания напряжения. Решение в этом третьем случае заключается в том, что вы сначала в ненасильственной форме высказываете ему недовольство, во второй раз вы уже даете ассертивную угрозу, что если ты не прекратишь так делать, то я от тебя уйду, и в третий раз уходить, то есть вы уже разрываете отношения с таким человеком, и не позволяете себе чувствовать себя плохо. Мы в отношениях не должны чувствовать себя плохо, мы должны привыкать все человечество к тому, чтобы в отношениях мы чувствовали себя только хорошо, расслабленно, весело, спокойно, игриво, великолепно. От вас зависит, какие действия вы будете предпринимать для того, чтобы ваши отношения и ваша жизнь были такими, потому что отношения это самое главное, от чего зависит наше психологическое состояние, я не устану это повторять. Спасибо большое всем моим патронам, донатерам, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ждите моих новых видео. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова